Всем привет! Вы на канале Вечное Лето! Всем привет! Сегодня у нас день, когда мы выселяемся из нашего апарт-отеля и берем машину в аренду и на ней мы поедем во Флоренцию и, естественно, покажем вам весь процесс, как это дело будет происходить. Но сначала мы должны позавтракать и уже после завтрака будем выселяться. Мы пришли в наше место и тут завтракают все местные. Еще сегодня хотим попробовать десерты. Заказали пиццу здесь, Аппанини. И еще вот выбираем, чтобы вкусненького съесть. Я предлагаю тирамису, потому что мы в этих проектах, наверное, уже не будем, а здесь он просто волшебный какой-то. Ну и какую-нибудь слоечку еще. Смотрите, какая аппетитная здесь пицца. И отрезает любой кусок по размеру, который вам нужен. Также здесь есть готовые овощи. Тоже можете взять здесь, перекусить. Есть фруктики, ну и мороженое. Джилата, кстати, здесь стоит всего 4 евро. Вот это порция. Вот так выглядит порция тирамису. Она просто огромная. Поправим пиццу. Сегодня взяли сочинное с сыром, она волшебно пахнет. Она горяченькая. Сыр такой потаявший, вкусный. Тоненькое тесто. Я даже, честно, не знаю, что вкуснее. Панини или пицца. Все одинаково вкусно. Итак, тирамису. Я долго ждала этот момент. И это прекрасное заведение, чтобы познакомиться с настоящим итальянским тирамису. Смотрите, какая у него консистенция. Посмотрим, какой он правильный тирамису. Пахнет кофе. Раньше, когда я ела тирамису, вот это печенье, с которым оно сделано, было очень мягким, аж влажным, мокрым. Из него кофе прям так и вытекало. Здесь нет. Консистенция более плотная, более изысканная. В меру сладко. В меру терпко. Приятный вкус кофе. Идеальный крем. Идеальная тирамису. Вот теперь я знаю, какое оно должно быть. Не как каша, из которой все течет, а это полноценный тортик. Очень вкусно. Все вышло на 17 евро. Вчера за нас за посадку ничего не взяли, а сегодня взяли 4 евро. Представляете? Так что сегодня вышло не так выгодно, как вчера. Сколько? Я за 1200 4 тирамису дома сделаю. Все. Кусок горла не полезет. Мы добрались до железнодорожной станции. И здесь мы будем брать машину в аренду. Машину мы бронировали заранее еще в России. В общем, для аренды нужны международные права. Нужны русские права, он у меня их спросил. И паспорт. Плюс кредитная карта, с которой возьму депозит. В общем, пришлось заплатиться еще 95 евро за аренду. Хотя в России я заплатил 200 евро и еще 95. Получилось в общей сложности 300 евро. около 20000 аренды машины на 5 дней. Мы сейчас находимся на железнодорожной станции Термине. Куда приходят поезда из аэропорта, когда вы прилетаете. Вот именно здесь оформляется машина в аренду. Но машина выдается не здесь. А в 700 метров отсюда нужно пройти. И там где-то мы сейчас только будем получать машину. Мы нашли место, где машина. Сейчас будем забирать. Найти это место было не просто. Пришлось спрашивать у людей. Но минут за 10 нашли. Сейчас смотрим повреждения машины. Я арендовал Volkswagen Polo, но нам дали Citroёn. Он сказал тот же класс. Ничего страшного. Я загрузил чемодан и пришлось снять полку, чтобы они залезли. Вот такая машина. Отправляемся в путь. Ну что, Светик, готов к дороге? Если честно, волнуюсь. Потому что в статьях написано, что на машине намного дороже, намного сложнее штрафы, платные парковки. Ну посмотрим, на то мы и блогеры. Проверим на себе, всё покажем и расскажем. Всё, мы выехали. Мы на дороге в Италии на машине. Так, здесь главное соблюдать знаки. Мне уже бикают, потому что я медленно еду. Надо привыкнуть. Ничего, сейчас разгонюсь. Главное, выехать из города. Да, побыстрее. И нарваться на знак зоно трафико лимитато. Иначе там будет конский штраф. Я думаю машину стоит брать только в том случае, если вы хотите самостоятельно передвигаться между городами. Нет смысла брать машину в аренду, если вы всё время находитесь, к примеру, в Риме. Потому что в центр на машине заезжать нельзя. Как я говорил, есть знаки. Зона трафико лимитато. Там огромные штрафы. От 100 до 800 евро может штраф прийти. Причем несколько раз проедете, несколько раз получите штраф. До Флоренции нам ехать 293 километра. И займет это около 3 часов. Вот посмотрим. Сейчас у нас время 11.45. Хотя я планирую машину забрать ещё в 10 часов. А уже 1.45. Так что рассчитывайте, что где-то 2 часа у вас уйдёт до того момента, как вы возьмёте машину. То есть с 10 до 12 где-то так. Да, там очередь большая. Кстати, многие писали, что в Италии просто плохо водят машину все. Они тут гоняют. Одни шумахеры выкрутасы устраивают на дорогах. Ну вот я сколько еду по центру. Ну ничего такого сверхъестественного. Обычные машины по-обычному едут. Я не знаю, может бывают какие-то инциденты, но они бывают везде. Мы выехали из города. Дорога разделена. Много повоз. Поэтому ни у кого нет проблем, чтобы кого-то обогнать, если хочет ехать быстрее. Дороги идеально. Вот просто как по стеклу едешь. Виды, конечно, завораживают. Поля, домики очень красивые. И смотрите, вот здесь стага сена. Его уже скосили. Все такое зеленое. Горы вокруг. Приятно. В машине кондиционер. Сейчас, может, музыку включим. Вот настоящий кайф. Эй, эй! 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 Мы проехали уже 100 км, время 12.49, примерно 100 км за час проехали. В среднем я еду 110-120 км в час. Дороги хорошие, но виды примерно везде одинаковые. Дорога, деревья, иногда виднеется поля. Света ушла в спячку, а мы проехали уже бой на пути. И Светик немного утомился, но решил вздревнуть. Посмотрите, какие красивые горы нас окружают. Дорога идеальная, едем спокойно. 110-120 км, торопиться не нужно. Еще ехать 145 км, но это где-то займет полтора часа. Виды красивые. Вот сейчас горы появились, а до этого были просто деревья и поля. Редактор субтитров А.Семкин Мы едем без остановки уже почти 3 часа. Осталось ехать 10 км. Подъезжая к Флоренции, вашему взору открываются прекрасные горы. Мы заехали в город. Внешне он похож, как и на все другие города. На улице плюс 40, жарит безбожно. Время 3 часа дня. Мы добрались до Флоренции. Ура! В общем, прямо недалеко от нашего отеля есть бесплатная парковка. Я сейчас подходил к человеку, узнавал, он говорит, да, здесь можно стоять бесплатно. Я спросил, можно ли на ночь. Он говорит, ну, вроде да, можно. Иногда я читал отзывы, что здесь подходят люди, просят 3 евро, но это нелегало. Им давать ничего не нужно. Сейчас мы возьмем наши чемоданы и пойдем заселяться в отель. Наша стоянка находится вон там, а наш отель находится вот здесь. То есть нам пройти буквально 300 метров и нужно в нашем отеле. Единственное, я сейчас поговорил с местным, он сказал, что это парковка для местных. Она бесплатная, но для местных. Я говорю, что мне делать? Он говорит, не знаю, может в отеле вам узнать, как-то машину внести в зону, чтобы, типа, можно было вам парковаться здесь. Ну, сейчас в отеле спрошу, что они скажут. Заезжать в центр Флоренции можно только тем, кто здесь живет, иначе будут большие штрафы. Вот, кстати, наш отель. Красивый холл. Отель называется Кручинин. А вот их офис. Смотрите, какой у них здесь в отеле лифт. Прикольный. Раньше я видел только фильмы. Это вид из нашего окна на сад. Здесь очень тихо. Смотрите, какие высокие потолки. Да. Наверное, метра три с половиной. Серьезно. Может, четыре даже. Палки, здесь посылки здесь. Ага. Вода бесплатная, первый день. Первый день вода бесплатная. Баня. Ага. Помогу контроля для оборудования. Ага. Такая у нас ванна, туалет, биде. Кровать, холодильник, чайник. Сейф, подушки. Подушки. Сейфа нет. Сейф он там, я видел. Сейф вон там, я видел. Хорошая комната, чистая. Да, видно, светлая. Как будто это зубы принцессы. Ага, вот сейф, хорошо. Вот что всем нам нужно. Холодильник, который закрывается на ключ. Так он там не работает. Похоже, да, не работает. Но, смотри, он бутылается. Надо этот, холодильник включить, мы выключим. Ага. Все, мы собрались идти гулять. Кстати, номер в нашем отеле стоит 83 евро за ночь. Здесь очень много всякой старинной мебели. Посмотрите, какой интересный комод. Ну, и лифт, это вообще отдельная история. И завтраки включены. Посмотрите, какой стул. Вот форенция сразу проявляется вот в таких мелочах. Здесь так тихо. Мы гуляем по улице, и это как будто город сонных. Мы, наверное, еще не в центре. Не знаю, после Рима такое ощущение, что все покинули город. Да, первое, что бросается в глаза. Здесь намного чище, чем в Риме. Видно, что вот за центром, по крайней мере, следят. Мы сейчас еще, конечно, не в самом центре, но идем в его сторону. Сегодня у нас свободная программа. Мы будем просто гулять по городу. А на завтра у нас уже запланирована экскурсия. По форенции очень много таких красивых кафе на улице. Они чистенькие, цивильные. И много мест, где можно посидеть. Все-таки, как мне показалось, время больше заведений. Взял и пошел. Я вот хожу и любуюсь. Мне очень нравятся эти окошки, ставни. И я обожаю, когда на балконах растут цветы. Или прямо на подоконниках. Так живописно. Вообще, когда мы только планировали эту поездку, я очень переживала. Я думала, вот мы никогда не были в Европе, только в Азии. Как мы там будем? Поймем ли мы людей и все такое? Не будет ли у нас сложности, проблем? Ну, как оказалось, здесь такие же люди, такие же хорошие, если ты к ним по-хорошему, по-доброму. Все в мире очень похоже. Поэтому не нужно бояться, а нужно делать шажки вперед-вперед, узнавать этот мир. Потому что, мне кажется, он намного интереснее и прекраснее, чем принято думать. Смотрите, какая интересная здесь лавочка. Здесь продаются макароны и равиоли. 14 евро за килограмм. Ручная работа. Я думаю, они будут по-домашнему вкусные. Разные варианты с разными начинками. Можно, мне кажется, взять с собой, если лень готовить. Знаменитое итальянское мороженое. Давайте посмотрим, какой выбор и какие цены. Смотрите, есть киви, дыня, персик, йогуртные варианты, потом ежевика, малинка, шоколад. Цены от 2 евро за маленький рожок и 7 за большой. Мне кажется, если вы приезжаете в Италию, лучше сразу в первый раз взять самый большой. Потому что такая красивая подача. Прямо вот так все навалено. И можно красиво сфотографироваться. Ну, это такая красота. Вот я на это смотрю, я уже хочу съесть. Да. Еще здесь много всякой выпечки. Выпечка в Италии особенная, в чем мы могли уже убедиться. Тирамису 2,50. Также делают фруктовый сок. Ну и, конечно же, сэндвичи и пицца. Пицца 2,40 за куток. Мы зашли в антикварный магазин. И вот здесь так пахнет. Я думаю, с этим запахом все знакомы. Прям старинным чем-то. Смотрите, здесь такие старинные подсвечники. Смотри, как они классно сделаны. На века. Ой, смотри, а внизу это дьявол. Чтобы вы понимали, такой подсвечник 360 евро. Даже стою рядом, и такой аромат. Мясная и сырная лавка. Чаще всего наши соотечественники привозят на подарки из Италии своим родным. Это вино, сыр. Я знаю, что еще многие оливки покупают. Ну и одежду со скидками. Вот здесь из каждого уголка веет искусство. Сувениры. Еда сделана очень красиво. Все заведения украшены. Чувствуешь себя, действительно, в каком-то городе искусства. Саша, оправдались твои ожидания от Флоренции? Или ты представлял ее какой-то другой? Мне нравится то, что здесь много таких интересных, уникальных местечек. Саша сказал, что похожи на Панган. Да, я не знаю, почему мне пришло такое сравнение. На Панган едут такие творческие люди, которые ищут себя. И здесь вот есть такая атмосфера, она похожа чем-то. Конечно, это абсолютно разные места. Но вот атмосфера чем-то мне напомнила. И мы добрались, похоже, до центра. Здесь пошли брендовые магазины. Здания очень красивые. Посмотрите, как они сделаны. Они как будто игрущны, как будто это декорация. Все это просто смотри на этот дом. Как будто из Игры Престолов. Как будто мы в Королевской гавани. Итальянцы очень любят собак. Они берут своих питомцев на прогулки, в рестораны, в кафе. Везде с ними. И здесь даже есть фонтаны. И внизу чашечка специально, чтобы пили эти прекрасные пушистики. So beautiful. Хороший. Конечно, у них здесь очень красивая площадь. У них такое ощущение, что ты на машине времени переместился на 300 лет назад. Полное ощущение. И даже музыка располагается. И смотрите, какая здесь красивая каруселька. На ней катаются дети. Но я бы тоже с радостью прокатилась. Субтитры сделал DimaTorzok Вся жизнь в центре. А сейчас у нас почти 6 вечера. Уличные музыканты. Много счастливых людей. С покупками. Я вообще заметила в Италии. Все дороги ведут в центр. А в центре всегда магазины. Поэтому здесь очень сложно ничего не купить. Я вам рекомендую специально выделить бюджет под покупки одежды, вещей каких-то. Потому что будет великий соблазн купить больше, чем вам нужно. И на большую сумму. Да, что касается, например, даже сумок. Они в принципе здесь дешевле, чем в России. Так еще в А3Found 14% от некоторых магазинов. При себе нужно иметь паспорт или фотографию паспорта. Ну и, собственно, все. Совершить покупку. Сюда именно хорошо приезжать за дорогими брендовыми вещами. За сумками, за какими-то аксессуарами. Здесь это получается действительно очень выгодно. Магазинчик Furla. Здесь продаются сумки. И сейчас скидка 50%. Представляете, какой соблазн. Мне нравятся сумки Furla. У меня была. Она достаточно долго прослужила. Но потом и стерся ремешок. Ищу, где его заменить. Потому что сумка мне очень нравится. Не готова с ней расставаться.